Это тот случай, когда в шоу участвует сам Гия Эрадзе. Всё лето артист будет на манеже и снова обещает, зритель будет смеяться и плакать от восторга. Поразить и восхитить – это главная задача королевского цирка, в том числе с помощью декораций. Рояль в кристаллах, мраморные колонны, бархат, стразы, перья фазана, а на этот раз ещё и настоящий королевский замок. Сейчас на арене идут монтажные работы. Именно здесь развернётся основное действие, в котором 120 артистов в течение трёх часов будут менять свои амплуа. Золотой замок будет обрамлять выход артистов на арену, а трёхъярусный занавес скроет весь манеж, создавая театральную атмосферу. К слову, здесь же будут рождаться совершенно новые номера цирка Гии Эрадзе. Эксклюзив увидит лишь сочинский зритель. В связи с тем, что мы в этом году получили приглашение официально от принцессы Монако Стефани, и мы едем в Монте-Карло на гастроли, вернее, на участие в фестивале, в самом престижном фестивале мира, представлять Россию, 57 человек едет артистов, которые сегодня находятся в Сочи на гастролях. Здесь мы одновременно будем показывать те номера, которые мы везём с собой в Монако, и те номера, которые мы подготавливаем специально для Монако, весь репетиционный процесс будет происходить здесь, в Сочи, и в течение трёх месяцев мы будем запускать новые номера в программу. Помимо тонной декораций, королевский цирк привёз в Сочи экзотических животных. На балу короля будут сказочные пегасы, львы, ламы, кенгуру, гиббоны, зебры, яки, для которых, кстати, подготовили кондиционированный вольер. В роли жакеев, далмантин, сверху на пятнистых пони. Вот эти вот лошадки, которые пятнистые, они у нас работают вместе с собаками породы далматин. Одни и другие животные были специально подобраны для номера, который рассчитан на детского зрителя. Королевский цирк Геи Ирадзе уместился в 19 фур. Это практически целый состав поезда, который на манеже превращается в легендарное и грандиозное цирковое шоу. Каждую субботу и воскресенье на арене сочинского цирка. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.